Обязательно все шины соединения костей. А заодно я сейчас поищу, чтобы у вас был образцовый рисунок, как рисовали черепах ваши предшественники. Это любимый материал. Многие хорошие сорочки у нас выражали. Ну, это уже хош. Сейчас я вам карандашку возьму. Не будем вернуться. Так что давайте сначала швуем, а потом посмотрим, как можно без всякой штриховки, без всякого точкования все-таки попробовать передать объем. А вы подкинули, вон рисуете, что в прошлый раз? Да, подкинули. А тогда у меня вопрос. Обратите внимание на этот участок и сравните его с шириной. Или вы вообще лежите на парте, когда рисуете? Вот так до меня всегда тайной остается. Зачем выбирать такую точку рисования, в которой неудобно сидеть? Это у меня одна барыша на краску, вот так вот ставила объект, а сама залезала под парту. Я не шучу. Она там сидела, под парту. И рисовала, вот так выглядывая, чуть-чуть сверху. Зачем ложиться на парте? Ну давайте я попробую лечь. А, ну тогда, да, тогда все получается так, как вы нарисовали. Лежать, лежать, лежать. Давай смотреть, чтобы сейчас хорошо было. Во-первых, вот эти отверстия видишь здесь? Так? И видишь, что вокруг них, ну, что это не просто дырка, а там такое углубление с хорошо видными краями. Понимаете? Так? Во-вторых, вот на этом участке. Здесь тоже, вот здесь участок с тенью, хорошо видно, так? Вот здесь вот рельефчик. Вот здесь идущий вдоль. Вот давай, весь рельеф, который видно, тонкими линиями нарисуем. А дальше уже будем лепить объемы из этого хозяйства. Так. Ну что, это существенно, вообще намного больше похоже на фрагму, чем то, что у вас до прошлого занятия было. Давайте вот на что обратим внимание. У вас вот этот участок черепа почти прямоугольный. Ну, прямоугольный с оглаженными углами. Да. А вот теперь прикиньте, вот этот отрезок больше, как показывали, или вот этот? Это будет первый отрезок, это второй. Какой длиннее? Второй. Вот это второй длиннее, да? Ну, нет, вот этот. Вот эта линия, первая. Да. Хорошо. А у вас, раз, два. В чем дело? А дело в том, что вот эта линия, вот отсюда, вот так вот, видите, она закругляется. Вот этого выступа нет. Так. И дальше. Вот это окно, на самом деле, не такое широкое. Оно лучше. А это значит, сам плюс вот здесь тоньше. Вот так вот. Вот теперь увидели? Да. Давайте. Помнишь, с чего он начинал? Помнишь, первую свою на плюс? Сейчас больше похоже на это, правда? Сейчас посмотрим, что с этим делать. Ну, во-первых, вот такими яркими, а очень спокойными и слабыми линиями показываем объемы. Видишь вот эту длиню, которую я сейчас пролюю? Да. Тень вот лежает, а здесь более светлая часть. В чем дело? Это начинается височное окно. Височная яма. Так. С этой стороны ровно то же самое. Височная окно. Вот это пошло сколок. Уже мозгового конца. А это у нас височная окно. Теперь. Серединка переносится. Переподнята над переглазными очами. Слабенькие линии. Вот этот шов между двумя носорой костями. Они у нас с вами уже в день очень маленькие. Носорой костик. Но все-таки есть. Так. И теперь. Эта вырезка образлена выступающим ребром. Вот как показать линиями, что это ребро. Вот смотри. На них, например, стоит метровым дублером. Собираю. Да? И потом я немножко поиграю с этим дублером, и ты увидишь, как сейчас станет понятно, что толстая грань, поднимающаяся над стволовой частью человека. Так, что еще не надо. Ну, здесь вот. Дублера, дублера. Ну, и дублера. Вот смотри. Вот здесь вот более полупругвая стенка. Глазница. А вот здесь она полупругвая или ребра? И вот здесь ребра есть? Да. Вот техностор, где ребра есть. Проведю дублеров. Не зря, но можно начинать развлечение. Сейчас я вам кусочек обработал. Во-первых, важнейшие детали. Детали выключить очень много. Поэтому, если уж есть детали, она важнейшая. Других нет. Линию усиливаем, чтобы она была не слабее контурной. И еще вот эту очень важную линию усиливаем. Но одного усиления линии недостаточно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Сейчас эту качки возьму. Хорошо, вот и не усиленно. Смотрите, что делаем. Здесь я провожу дублеры с внутренней стороны. Очень важно, с какой стороны мы будем проводить линию. Потому что эффект окажется прямо противоположным. А вот здесь я не усиливал. Видите? Я оставил меня слабым. И слабенькие дублеры. Другие дублеры. Так. Ну, во-первых. Ни один шов таким прямым не бывает. Они же все очень известные. Они вот такие. И в этом месте. Видите? Я совсем рядышком с этим краем по шву тоже кусочек дублеры давал. Пересечение шву проезжать. Стал появляться эффект объема. Понятно? Значит, только попробуйте все-таки удержать свой темперамент. Не ставить дублеров до бесконечности, где не попадая. Вот. К ним надо очень корректно относиться. Вот видите, в каком месте? В том месте, где тень посильнее, да? Я дублеров провожу. А здесь больше освещено. Дублеров нет. Начало шло ярче, а продолжение сложно. Вот шов ушел туда, в глазницу. Там ярко, а здесь сложно. Внутри глазницы дублеры есть, а вне глазницы нет. Всего дно глазницы провалилось. Ну что, попробуйте. Хорошо. Контуром у вас все совершенно нормально. Сейчас мы ее сделаем, наживим ему зубы. Что за волк без зубов? Что за волк без зубов? Понимаете, что я делаю? Угу. Вы меняете восприятие? Да. Вот был один голый контур, а вот сейчас уже появляется представление об объемной форме. Вот примерно вот так. Попробуйте с зубами разобраться, и тогда перейдем уже как часть. Попробуйте с зубами. Так. Для начала, совершенно безрядная вещь. Вот давайте посмотрим на такую. Как бы вам лучше. А, понятно. Все, не трогайте. Не трогайте. Так. Вот это у вас, вероятно, серединная шина. Но у вас получается, что он вот здесь как-то исчез. Или он прослеживается прямо на носовой близке. Угу. А это значит... Вот просто... Я тебе так... Вот так вытянуть. Угу. Это значит, что он идет так так. Вот у вас линия, делящая часть на левую правую голову. И сразу становится понятно, что углазница на самом деле вот так вот. Вот так вот. Угу. 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 Давайте сравним... Поговорим. То, чтобы это расстояние, допустим, с высотой гвозницы. Ясно что он меньше. Но он намного меньше. Угу. Обработкаhead. Угу. 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 Ненормально, да? Вот высота глазницы, да? Видите? Примерно больше всего. Так что не слишком большой, но в ревнице такое простое. Вот носовой гуси. А носовая вырезка покручивается, да? Заневляется. Вот. Вот теперь совсем чуть-чуть поправим. Вот здесь, вот здесь. И все. Очень слабо. Так.